А в Днепре уже почти год. Внимание активистов, депутатов, местных жителей приковано к ремонту центрального моста, вокруг которого скандал за скандалом. Почему работы затянулись на никому неведомый срок и куда уходят деньги, выясняла Елена Миндалёк. Центральный мост Днепра аварийным признали в прошлом году. С момента его строительства, а это более чем за 50 лет, его ни разу не ремонтировали. Эксперты заявляют, балки могут в любой момент просто сложиться по принципу домино. Одна балка тянет за собой другую, это падение балок, это многочисленная жертва людей. Мосты находятся в ужасающем состоянии. Делать их необходимо было еще 20 лет назад. Реконструкцию центрального моста подрядчики изначально оценили в 177 миллионов гривен. Чиновники предусмотрели эту сумму в городском бюджете. В марте работы начались. Подрядчик обещал, до декабря отремонтируют и балки, и покрытия. Но уже через несколько месяцев первый скандал. Люди заявили, ремонтников на мосту не наблюдают, а эксперты заговорили об отмывании денег. Если смотреть тендер на документацию, то есть там многих документов нету, либо они неоднозначны. В данном случае эта фирма никогда не ремонтировала мосты. Ремонт центрального моста шел медленнее, чем росла его стоимость. Подрядчик не выполнил даже половины запланированных работ, а уже была озвучена новая смета. Полный комплекс оценили в полмиллиарда гривен. Надо было ремонтировать 70 баллов, сейчас около 200. Это более 500 мест, надо ремонтировать опорных частей. Сроки сдачи объекта подходили к концу, а сдавать нечего. В начале ноября на стройплощадке появились срочники. Солдат привезли из воинской части Новомосковска. Подрядчик объяснил, мол, привлекли, чтобы ускорить работы. Вот только и участие военных не помогло закончить ремонт вовремя. Пришла зима, работы приостановили до весны. Вторая половина моста, со слов подрядчика и проектировщика, будет закончена к концу сентября следующего года. За свои услуги компания-подрядчик уже получила 53 миллиона гривен. Несмотря ни на что, чиновники не исключают, что на капремонт моста выделят дополнительное финансирование. Я думаю, что возможно, может на 10-15 процентов, может и будет увеличение. Но мы сейчас гадаем на кофейные вуще. Почему чиновники сменили гнев на милость? Ведь еще месяц назад собирались расторгать договор с недобросовестным подрядчиком. Вопрос открытый. Сегодня в мэрии рассматривают только возможность оштрафовать подрядчика за нарушение условий договора. Правда, сумму пока не называют. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.